Всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу. Изменять свои желания, а не порядок мира. И вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только наши мысли. И что после того, как мы сделали всё возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто абсолютно невозможное. Этот отрывок был написан французским философом Рене Декартом. Но его, с таким же успехом, мог написать древний философ Стоек. Ведь переверженцы Стоицизма, как и Декарт, прекрасно понимали, что большинство людей страдают больше, чем это необходимо, из-за их неспособности контролировать собственные мысли. Но редко встречается человек, который предпринимает целенаправленные шаги для исправления этого недостатка. Стремится, другими словами, овладеть своим внутренним диалогом. Напротив, когда мы оказываемся в трудном периоде жизни, мы склонны смотреть вовне. Часто мы обвиняем в своём недовольстве других людей, состояние общества, недостаток богатства, социального статуса, власти или славы. Но хотя нельзя отрицать, что внешний мир предоставляет нам множество проблем, окружающая среда не является основным фактором, определяющим наше благополучие. Ведь мы, как люди, обладаем уникальной силой. Мы можем создавать себе страдания или радости, независимо от того, что нас окружает. Одной лишь мыслью мы можем превратить мирную обстановку в наихудший ад, или обрести внутренний покой посреди трагедии. Обучиться второму гораздо сложнее, и поэтому мы обратимся к мудрости Эпиктета, великого философа-стойка и бывшего раба. Его труды содержат практические советы по освобождению от возложенных на самого себя цепей наших временами очень мучительных мыслей. Тебе следует быть цельным человеком, хорошим либо плохим. Нужно либо развивать в себе управляющее начало разума, либо заботиться о внешних по отношению к тебе вещах. Следует родить либо о внутреннем, либо о внешнем. Иными словами, упорядочить свою жизнь как философ или как обычный человек. Эпиктец считал, что у каждого из нас есть выбор. Мы можем пойти общепринятым путем и строить свою жизнь вокруг погони за материальными благами и внешними ценностями, такими как социальный статус. Или же выбрать путь философа. Во времена Эпиктеца философия была прежде всего образом жизни. Философ — это тот, кто стремится овладеть искусством жить, а для стойков это было аналогично овладению собственным разумом. Ведь хорошей жизни, по мнению стойков, скорее достигнут те, кто научится контролировать свое мышление, в отличие от тех, кто считает, что для того, чтобы стать довольным, необходимо достичь какого-то заранее определенного представления об успехе в окружающем мире, например, богатства. Причина, по которой стойки придерживались такой точки зрения, заключалась в том, что они признавали ограниченность нашего контроля над внешними событиями жизни. Или, как знаменито выразился об этом Эпиктет, из существующих вещей одни находятся в нашей власти, а другие нет. От нас зависят наши мысли, побуждения, желания, страхи, то есть все то, где действуем мы сами. Не зависят от нас наше тело, деньги, репутация, государственные учреждения, то есть все то, где действуем не мы сами. Если мы привязываем свое счастье к тому, что нам не подвластно, будь то богатство, красота, социальное положение или даже здоровье, мы будем страдать без необходимости. Ведь шанс, удача, случайность, назовите это как угодно, играет огромную роль в жизни каждого человека. Мы можем легко потерять внешние блага и почести, на которых по невежеству основываем свое счастье. Или можем даже вообще не достичь их. Суть этой идеи не в том, чтобы отказаться от собственных устремлений, предполагая, что раз часть вещей находится вне нашего контроля, то в целом и наше благополучие тоже. Нет. Идея в том, как объясняет Эпиктет, что нас беспокоят не сами вещи, а наши суждения об этих вещах. И поскольку мы можем управлять нашими суждениями, качество нашей жизни тоже находится под нашим управлением. Но если мы много лет вели жизнь, в которой господствовало негативное мышление и неэффективные мыслительные шаблоны, то как начать овладевать собственным внутренним диалогом? Эпиктет советовал начать с малого. Ведь после многих лет забвения нам необходимо сначала укрепить внутренние способности, которые долгое время пребывали в спящем, неактивном состоянии. И это можно эффективно сделать, практикуясь на мелких жизненных раздражителях. Итак, начни с вещей незначительных. Вытекает твоё оливковое маслице? Крадут твоё венцо? Скажи себе, что за такую цену покупается спокойствие, за такую цену приобретается душевный покой. Как только мы сможем сохранять спокойствие среди мелких бед и препятствий, Эпиктет советует уменьшать потребность в социальном отобрении. Этот совет особенно актуален, поскольку многие люди в наше время оценивают ценность своих действий почти полностью по реакциям окружающих. Эти люди, как сказал бы Эпиктет, являются рабами чужих мнений. Они отказались от контроля над своей собственной способностью суждения и тем самым отказались от контроля над своим счастьем. Если бы твоё тело вручили первому встречному, ты был бы возмущён. А то, что ты доверяешь всем подряд свои представления и суждения так, что любой может поглебать их и заставить тебя сомневаться, и при этом не чувствуешь себя ни оскорблённым, ни униженным, тебе от этого не стыдно? Сведя к минимуму нашу потребность в одобрении окружающих и вернув контроль над своей внутренней жизнью, Эпиктет считал необходимым начать воспитывать в себе способность принимать те вещи, которые мы не можем изменить. Ведь жизнь, считал он, лучше всего рассматривать как игру в кости. Условия нашего существования в любой момент подобны брошенным костям. Их нельзя изменить и нужно принять. Но то, как мы реагируем на них, так же, как и то, как мы играем с имеющимся раскладом, зависит от нас. Большинство людей, понял Эпиктет, не принимают имеющиеся у них условия, выпавшие им расклад карт. Он полагал, что такое поведение результат слабого владения своим внутренним «я». Ибо, хотя эти люди могут принять добро и благо, они пытаются отрицать и бежать от собственных проблем и трудностей. Если же мы выберем путь философа, то обнаружим, что нам нет нужды воспринимать трудности как несчастье, а наоборот, мы можем рассматривать их как возможность укрепить нашу внутреннюю решимость. Людей показывают обстоятельства. Стало быть, когда тебе выпадет какое-то обстоятельство, помни, что это Бог, как учитель борьбы, столкнул тебя с грубым юнцом. «Для чего?» говорит. «Для того, чтобы ты стал победителем на Олимпийских играх, а без пота не стать». Познакомившись с мудростью стоицизма, многие почувствуют кратковременный прилив сил, осознав, что в этом мире есть и другие способы существования, способы, гораздо более благоприятные для полноценной жизни. Но страх и лень часто берут верх, и вместо того, чтобы предпринять шаги к изменениям, многие люди продолжают оставаться такими, какие они есть, и говорят себе, что завтра они исправятся. Но в большинстве случаев это завтра никогда не наступает, и в конце концов приходит момент, иногда раньше, чем ожидалось, когда завтрашнего дня нет, или, по крайней мере, его недостаточно, чтобы компенсировать огромное количество времени, затраченного впустую. Если ты станешь безответственно и легкомысленно изобретать отсрочку за осрочкой и назначать себе все новые и новые сроки, по стечении которых ты займешься самим собой, в конце концов ты проживешь вплоть до самой смерти, жизнь не преуспевающего мудрости, а жизнь простеца. Уже сейчас сочти себя достойным жить как совершенный философ, и все, что кажется наилучшим, станет для тебя нерушимым законом. Если тебе предстоит нечто приятное или трудное, славное или бесславное, помни, что настал час твоего состязания, и уже нельзя ничего откладывать, и что в один день успех либо гибнет, либо обретается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!